Как ожидался этот проект и, насколько я понимаю, очень легко бывает в России этого художника? Откуда все эти работы, где инфраструктуры? Проект ожидался без бога, честно не скажу. С Любой мы разговаривали с Картманом, владельцами я и был. Меня интересуют художники и юго-савосток в частности, потому что без него, в общем, эта картина, вот это движение, она была бы очень неполной, потому что он, в моем представлении, первый, да, собственно, и последний, сюрреалист такой советский. Вот, вот Люба сказал, что у нее есть эти работы и радостно мы с ней договорились о том, что немедленно сделали это. Все это сделало очень мало времени на подготовку у нас. Ладно, работы есть, вот мы их оформили, Люба написала прекрасную статью в декабря, вот выставку передали. Ну, сейчас все прошло легко, а может, надо сказать, о том период жизни, когда его выставки, собственно, или вообще не устраивались, или это было все очень тяжело? Почему? Ну, почему? Ну, что я вам сказал, что это был первый художник-сериалист, какой в советский период мог быть сериалистом. Никакого. Это он на жизнь заработал, работая иллюстратором детских книг и в журнале «Химия и жизнь». Вот он работал. Там он зарабатывал на жизнь. Это все остальное для себя. Но он пытался пробиться в Союз художника, да? Ну, этого я не помню. Он, наверное, и был членом Союз художника. По крайней мере, в картон графиков он точно входил. Ну, что значит пробиться, не пробиться? Ну, это же был простой истанский парень, на самом деле, закончивший художественное заведение. И попавший после этого сразу в влаги. Все свое дальнейшее образование он получал в влаги. Поэтому жизнь его была не простой, не замечательной. В влаги судьбы он попал в Москву, женился там. Поэтому попал в Москву и стал московским художником. Но все-таки европейские корни, они никуда не делись. И вот это вот образование, хотя получено в советском художественном заведении, оно все равно было понятно, что Прибалтика всегда была оплотом такой московской культуры. Вот отсюда взялся такой соостор, прекрасный рисовальщик. Он мог все что угодно, но делал то, что делал. И вот эти вот можжевельники его, вот эта вот картина, скажем, да? Это вот такое вот эстонское проявление вот этой вот мифологии художника, который любит пишет свои замечательные статьи. Про мифологию, да, с любовью поговорим. А вот еще про его общение с Сергеем Табаковым. Действительно ли он считал его очень учителем, точнее, или это все как-то… Я думаю, это все как-то. Мое ощущение такое, что Табаков бы хотел, чтобы все считали его своим учителем. Но я думаю, что это… Да не наоборот, имя Табаков считается в этом смысле. А, в этом смысле, да. Ну это, наверное, да. В какой-то степени, хотя, ну, не знаю. Не берусь судить. Я очень далек от воспитоведения, поэтому не берусь судить. Мне кажется, что это все… Ну, каждый крупный художник хочет найти себе солидные корни такие. Табаков нашел солидные корни. Ну, считая то, что солидного чему-то научил, ну, будем радоваться. И за солидного языка. Но, тем не менее, вот в советское время, в 60-е годы, фигура солиста здесь, в Советском Союзе, в Москве, она была значной? Очень значной. Да, в моем представлении, очень значной. Было несколько центров вот этого андеграуна такого. Да, и одним из этих центров была мастерская Саостров, конечно. Ну, Веймерка, да. Ну, как? Ну, все как и везде происходило, на самом деле. Как у нас на кухне происходило, так у них мастерская. У нас не было в мастерской, мы в этом и сидели на кухне. Они сидели в мастерской, пили чай и не чай, и рассуждали о том, как бы его на залог выбраться. Вот так все это и происходило. Понятно, что немножко другой круг общения, конечно, был у художников. Они общались хотя бы с коллегами из социалистических стран. Там, с поляками, которые первыми стали привозить художественные журналы. Да, у них было посвободнее. Они привозили художественные журналы с картинками. Ну, откуда еще можно было узнать там, не знаю, Сальвадор, к примеру. Немцы, демократические, естественно. Ну, что мы говорим про государство. Вот это был такой круг общения. Они все с собой, конечно же, были хорошо знакомы. А оттуда вот это образование червилось, конечно. То есть все это у него рассматривалось в мастерских, да? Такие посиделки, да, были? Ну, конечно, мастерские уже, мастерские вообще были центром жизни. Только такой. Конечно, конечно. Спасибо. Тите, людей, с которыми он проводил годы, дни и годы своей тогдашней лагерной жизни, ему повезло. Он все-таки не работал на тяжелых работах, он был художником. Какое-то количество времени он мог выходить на улицу и выполнять какие-то такие общие праздничные заказы. В лагере же он познакомился со своей тогда еще будущей женой Лидией Серк, которая на протяжении всей его жизни помогала ему, носила ему обеды в мастерскую, и всячески его поддерживала. Как каждый художник, он был счастлив тем, что у него была муза, которая была ему и духовным смыслом, и постоянной такой домашней опекой. Может быть, не было бы ее, не было бы того творческого процесса, который родил для нас единственного московского сюрреалиста, Юса Остера, художника, который повлиял на развитие большей части московского неофициального искусства, который является одним из вдохновителей и основателей этого удивительного. После этого художника, после освобождения с трудом этот артем остается в Москве благодаря, опять же, своей жене Лидии. Она его прописывает на улице Красина в той квартире, где они жили. Об этом была написана замечательная книга в улице Красина, которую можно прочитать. И не только о биографии художника, но и о той удивительной жизни московской богемы, московской культурной элиты, которые, вопреки официозу или, может быть, благодаря ему, рождали настоящие шедевры, можно прочитать о тех спорах, которые делись на московских кухнях или в мастерских, о тех удивительных решениях философских и плоскостных, которые в этих спорах рождались. К сожалению, мы сейчас в нашем полусытом, достаточно сытом и достаточно защищенном существовании об этом вообще перестали думать. Мы перестали прочитать книги, мы перестали интересоваться какими-то художественными процессами, которые для тогдашних москвичей и при приехавших в Москву художников и военных было неким откровением. Тот самый запретный плод, который был сладок и который переосуществлял в своих головах и рождал потрясающие произведения как литературы, так и искусства. Вообще, как бы это 10 лет, 10-20 лет расцвета московского конформизма – это удивительное явление, удивительные годы. Тогда творили не только Саустер, но и другие, так сказать, монстры нашего художественного пространства. И Саустер игрался одним, как я уже и говорила, одним из основателей, одним из вдохновителей всех этих идей, явлений, открытий. На этой выставке мы показали его график, который был написан с 1956 года, то есть сразу после права, как он освободился, до 1968 года. Это все продолжало одной московской коллекции, многие годы находилась под спудом. Наконец, уже в течение пяти лет, наша галерея работает с этим наследием, мы это показываем и опубликуем. Здесь замечательные вещи, по которым можно судить о развитии творческого процесса, о развитии творческих идей Юлы Саустера. Начиная от ранних ню, от любовных сюжетов, где мужчина целует женщину, он сделает немножечко в эстетике раннего Пикассо, и продолжая его мифологическими символами, символами эстонскими, как воживельник, который является непременным атрибутом эстонского пейзажа. Естественно, здесь он через свою голову, через свои мысли, через свое сознание проносит это ощущение Родины, как Родины Эстонии, так и в чтении мира. И сам мистифицировал во многом своих произведениях. Но это опять такая черта сюрреалиста. Здесь можно проследить его духовную связь, наверное, с Магритом и с многими другими североевропейскими художниками 1-3-20 века. Повторяю 1-3-20 века, потому что творчество Саустера, которое является, как я уже говорила, одним из главных экспонентов авангарда второй волны, именно второй волны, когда в 60-е годы художники только здесь, в России, в Москве, вернулись к истокам, вернулись к творческим, вернулись к идеалам, к космогоническим идеалам, к философским идеалам, к художественным идеалам первых годов 20-го века, 10-20-го. Поэтому это называется вторая волна русского авангарда. А можно еще про этот период? Он же участвовал в выставке в Манеже, в которой разогнал Хрущев. Расскажите, как это все для него закончилось? Это было в 62-м году. Сначала выставка должна была происходить в одном из московских клубов, неизвестный Саустер, они были достаточно близки, и весь круг так называемых московских графиков, в основном это была студия Лебилютина и людей вокруг него, но самыми известными были, конечно же, неизвестные и у Саустер. Они готовились к экспозиции очередной своей, и вдруг неожиданно появилась возможность, что на втором этаже Манежа можно будет выставить картины из этого второго неофициального искусства. Все были безумно счастливы, Саустер пришел в костюме с бабочкой, все зарядились, ждали Хрущева и надеялись на признание, которого так не хватало, потому что нет признаний, нет заказов, нет денег, просто элементарная бытовая неустроенность, которая, на самом деле, никому была не нужна. Это не было протестов, это было, наоборот, таким несчастьем собой, как казалось тогда. Но Хрущев, естественно, ничего не понимающий в живописи, к сожалению, имеющий собственное мнение или мнение, которое ему кто-то подсказал, жутко разозлился, увидел, увидев в первую очередь работы Эрвста неизвестного, а потом уже Саустера, кричал, махал руками, говорил им всем неприличное слово, просто мы не можем в эфир это сказать, причем могу сказать, обрежете, пидорасы, все вон за границу всех вас. На что Эрвста сказал, что вообще-то здесь на меня не крича, я воевал, а Саустер, он сказал, я тебя в тюрьму упеку. Тот ему спокойно и с эстонским акцентом ответил, спасибо, я там уже был. Но, благо, время было другое, ничем, кроме полного запрета на выставочную деятельность и такой, и сложности, опять же, было получение заказов, это и не закончилось. Надо отдать должное. Работы арестовывали или нет? Ну ладно, я уже... А, ну нет, из этого не было, все-таки где-то прочитал. Это по поводу работы арестовывали на полгода, это совсем другая история. Эту историю уже, знаете, через много лет после смерти великого художника, когда Тенос Аустро его сын лежал в драйв, просто, ну, не мог провести работы, они хранились в Тартовском музее, какие-то вещи хранили в семьях, что-то просто не попало в семью, нет. А, то есть это не в том смысле, что я поняла? Ну, вообще не о том. А, естественно, когда он был в лагере, он не имел право писать, а это был карцер, и работы могли уничтожаться. Всё, спасибо. Я думаю... Это как раз и что-то не такая интересная. Хорошо. Спасибо. Вот я это двухчасто с вами об этом говорила, когда вы там не приезжаете, была такая внутренняя иммиграция, там можно просто писать вот что-то, и на этот день не жить. Нет, ничего не было, естественно. И мы там... Ну вот какие-то групповые где-то... Групповые, квартирные, да, пожалуйста. Ну, официально... А сейчас? Ну, в России когда... Ну, конечно. В литературном музее была большая выставка, несколько лет назад, долго времени, или роман. И вот... Ну, сейчас, после перестройки. В 2000-х? Ну, так же, как и весь этот русский... Русского андерранда, как и Цилкова, как и Нимухина, как и Рабина. Да, с этой выставкой, да. Ну, это не имело вообще никакой возможности. Это было запрещено, это было неофициально. Ну, по-моему... Сейчас ты поднимаешь... Я даже... Очень известен, его много покупали иностранцы, много покупали дипломаты, да, московская интеллигенция. Он достаточно... То есть это... Нет, нет, нет. Он правильно сказал, мы просто, наверное, правильно там... Я бы не хотела... Да. Дело в том, что приезжали поляки, вены, потому что немцы, англичане приезжать не могли, и были выставки, на которые наши художники выходили, и уже у себя, то есть сколько они это обсуждали. А, все, мы с ними не хотели. Ну, в принципе, тех, кто-то не хотели, это было безумно опасно, за них светила, когда шли органы, и может, просто получить массу неприятности. Да. Но ты ему за это не... Представили только... Мы видели, что за это и попалась, потому что она общалась с иностранцами. Ну, например. То есть она была с ученниками? Да. Не желаю, я не буду их знакомить. Но... Так как было проще, но все равно было напряженное, неприятное и опасное. Спасибо. Очень интересно. Спасибо вам.